Приветствую вас. Хочу вам рассказать про Петра. Не, не про того Петра. Про Петра Дорошенко. Очень поучительная биография. Я думаю, она интересна не только историкам, и не только жителям Украины. Смотрите, в 1627 году родился Петра Дорошенко. Отец его был наказной Гетьман. Но я вам много раз рассказывал, что временная Речи Посполитой Гетьману в король польский назначал. Это и есть наказной Гетьман. Наказной Гетьман, ну, хотят назовите его Украиной, титул немножко подробно назывался, но будем считать наказной Гетьман Украиной. Но здесь интересен образ не самого отца Петра Дорошенко, а отец, мало как бы известен в истории. Дед. Дед Петра Дорошенко, Михаил Дорошенко, и с Петром Сагайдачным ходил походом в 1618 году на Москву. И не только на Москву, ходил и на Турцию, и на Москву, на Балахове, Трансильванию. Но, надо дать должное, поход был очень удачный. Москву, правда, нельзя. Что было, то было. Зато вывели большой полон с Россией и удачного продали. Это факт. После этого Михаил Дорошенко умудрился начать войну с королем польским. Не удивляйтесь, это же нормально. И провел удачно. Считается, что вот как раз Михаил Дорошенко первый, кто вытребивал или как бы заставил с помощью боевых действий короля польского разрушить ареистровое казаться. Ну и фактически считается, что он как бы первый наказной Гетьман был ареистровым казаться. Вот такой этот Михаил Дорошенко. Самое интересное, что погиб он Крыму. А погиб потому, что он одного из царевичей крымского хана хотел сделать ханом Крыма. Но не получилось. Вот такая ситуация. И вот в 1627 году родится уже Петр Дорошенко. Ну понятное дело, что все-таки отец наказной Гетьман. Значит, образование получил он хорошее. Единственное, что непонятно где. Но знал, конечно, латынь, польскую. Причем образование, наверное, имел довольно хорошее. Его часто привлекали для дипломатических миссий. То есть, ну, скорее всего, кругозор был большой. Когда началось восстание Богдана Хмельницкого, он был писарем. В ставке, естественно, Богдана Хмельницкого. Он побывал полковником Каневским, Прилукским, Черкасским. Ой, еще кем. Ну, короче, понятно, что все-таки в ставке было человеком. Когда Гетьманом стал Иван Виковским, он помогал ему подавлять восстание, который Барабаш поднял против Виговского. Помогал Виговскому заключать Гаднинское соглашение. Ну, вот уже как дипломат. Я говорю, что его оценили как дипломата. А после этого он как-то разошелся с Виговским и начал больше дружить с Юрасиком Хмельницким. Юрасик Хмельницкий – это сын Богдана Хмельницкого. А потом, когда Виговского скинули, то есть фактически убили, и стал непосредственно Гетьманом Юрасик Хмельницкий, он разошелся с ним. Ну, кто его знает, считается, что ему не понравилась политика, потому что, смотрите, не успел Гетьманом стать Юрасик Хмельницкий, как заключил с московским царем, так званый Переясловский статим. Не успел их заключить, потом разорвал и заключил с польским крыльем. Там вообще такая, как бы, чехарда была. Все это время, ну, понятное дело, что Петр Дорошенко занимал посты довольно высокие, и когда уже был Гетьманом Павла Тетеря, он был, ну, фактически, ну, скажем, там, главный Есаул, то есть очень пробеженное лицо. Когда уже Тетеря не стало, в 1665 году Петра Дорошенко избирает временным Гетьманом, но тогда уже правообережной Украины. Поделили, тогда правообережная и левообережная, и там и там был свой Гетьман. Но уже в 1666 году, окончательно, Петр Дорошенко официально избирается Гетьманом, уже не временный, но правообережный. Не успел он, как бы, стать Гетьманом, произошла, ну, по большому счету, для Украины действительно трагедия, Андрусовский перемирие. И когда король польский заключился с московским царем, Андрусовский перемирие, на самом прекратилась польско-московская война. В результате, эта перемия Украина была поделена между Речью Посполитой и московским царем. Делегацию от Гетьманщины и от правообережной, от Леври, вообще не пустили. Не пустили. Это было, конечно, такая, ну, еще раз показано, да, что проиграли. В результате, действительно, Петр Дорошенко, я так понимаю, попал в довольно сложную ситуацию. Он, типа, Гетьман, но в тот же самый момент. Поэтому он, ну, я так понимаю, что с татарами у него и раньше были хорошие отношения. Ну, все-таки, я говорю, что его же дед помогал, одному из царей Чеханом стать. Вот он берет татар и вместе с ним идет, есть такое небольшое городишко в Тернопольской области, Пентгальце. И он туда пришел с целью какой? Наступать на короля польского. Король польский свою армию подтянул. И вот в районе Пентгальца была, как бы, битва. Но битва не состоялась. Потому что король польский оказался очень хитрый. Он взял денег, купил запорожских казаков Ивана Серко. Иван Серко ударил на Крым. То есть, напереком пошел. Понятно, крымские татары сразу предложили мир. И в пентгальцах заключили пентгальское соглашение. Это 1667 год. Заключили пентгальское соглашение, которое, ну, фактически как? Да, Петра Дорошенко признавали Гейтманом, однозначно. При этом требовали, чтобы все имущество, которое вывали на Багдарах Милицкого, было конфисковано, было возвращено законным хозяевам. Но при этом было выпрошено, чтобы польская армия на территории Гейтманщины, то есть, там, где была власть Петра Дорошенко, не стояла. Была проведена как бы граница по реке Горельница. Надо дать должное, чтобы Петра Дорошенко, кроме того, что воевал, довольно умно повел свою финансовую политику. Он упорядочил налоги, поставил таможенные посты и начал, как бы сказать, собирать правильную подать. Даже мало того, он начал, сформировал даже, так званый, торговый полк, который защищал там и торговые пути, плюс занимался торговлей. И у него появились деньги, реально, надо дать должное, что до этого в Гейтману была большая проблема, денег не было. А у Петра Дорошенко появились столько денег, что он смог нанять наемников. У него появилась профессиональная армия. Это очень важно в этом хаосе, когда полковники постоянно одинодом изменяют. У него была армия, ну, небольшая относительно, хотя, как сказать, нормально, 20 тысяч компанийцев было. Это была его собственная армия. И вот он, после Петгальского соглашения, уже на следующий год, решил распространить свою власть на Левобережную крыльню. То есть, он был Гейтманом про Бережную. А после Андрусовского соглашения Гейтмана Левобережной Украины, такой был Брюховецкий, убили. Там поднялось восстание, его убили. И тогда Петра Дорошенко, берет свою, так сказать, армию, переходит в Днепр и его проглашает Гейтманом Левобережной Украины. То есть, фактически он стоит Гейтманом двух Украин, правую и левую. И фактически собирает в своих руках власть такую же самую, как Панахминский. Но не успел он, как сказать, стать полноценным Гейтманом, как поднял восстание кандидата, который тоже захотел был Гейтманом. Вот такой суховец. Что он сделал? Нанял татар. И с татарами начал наступать на правобережную Украину. В результате Петра Дорошенко оставляет в Левобережной Украине своего наказного Гейтмана Демьяна Многорешного. Сам возвращается на правобережную. Нанимает запрос к казакам. Да, да, вот это все было, если будет. Ладно, баба. И разбивает этот татар, разбивает вот это кандидата. Все. Не успел он это сделать, как Демьян Многорешный. Поднимает восстание на Левобережной Украине. Прозглашает себя Гейтманом Левобережной Украине. И подчиняется Петру Дорошенко. Да, вот так вот. Вот это я понимаю. Вот это политика. Ничто мне напоминает? После всех этих событий, ну я не знаю, почему Петру Дорошенко решил подружиться с Османской империей. Я думаю, это, наверное, еще зверен Балахмельский. Есть многие разговоры, что Балахмельский хотел заключить соглашение не с московским царем, а с Османской империей. Даже есть некие документы, письма однозначно. И вот в 1669 году заключается Корсунское соглашение между так званой Правобережной Украиной, или Правобережной Гейтманщиной, подписывает, естественно, Петру Дорошенко, и Султан Османской империи. Согласно этому соглашению, территория Правобережной Украины объявляется протекторатом Османской империи. Причем, это должное соглашение довольно хорошее. Ну, во-первых, Дорошенко полностью освобождается от всех налогов, которые должны платить басал Османской империи. Ничего платить не надо. Мало того, запрещается на территории его как бы владине строить мечети. Запрещается держать татарские и турецкие войска. Но при этом, конечно, Петр Ишенко берет в себе обязательство вместе с казаками участвовать в битвах за Османскую империю. Вот не успел он, что называется, подписать это соглашение, заключить, стать вассалом Османской империи. Ему пожаловали титул Бея. Что тоже немаловажно. И как раз тогда появилась вот эта формулировка Великая Сарматия. То есть, не Правобережных, а Великая Сарматия. Тогда это появилось. Что дальше? А дальше, в 1670-м, это 1669-го, 1770-го, пришлось начать войну. Почему? Все очень просто. Олманский полковник, Олманский, поднял восстание, примкнул к королю польскому, отказался подчиняться Петру Дорошенко. И теперь Петр Дорошенко вынужден был, как бы сказать, обуздать этого, ну, скажем, вассала-польского короля. Война велась довольно таки вяло, самое интересное, что вел ее Остап Гоголь. Ну, это вот как раз родственник Гоголя. И велеет он им практически весь 1770-го, а в 1771-м году король польский с армии приходит на Пробережную Украину, поддержать Ханенко, хотя его уже потом практически разбили, захватывает там Барр, Винницу, но не успел, как сказать, король польский насладиться своей победой, как в 1672-м году. Я, с вашего позволения, зачитаю, ну, просто грех не зачитаю. Великий султан Османской империи, Махмед IV, Крымский хан, Салим I Герей, то есть, соответственно, Гитман, Петр Дорошенко, вместе начали наступление на Речь Посполитово. В результате пал Камец, на сад был взят Львов, король польский Ян III Собецкий упал на ноги коллеги, просил мира. Мир был здоров. В 1672-м году был заключен так званый Бучинский мирный договор, согласно которого на территории Пробежной Украины, точнее, Братславского и Подольского воеводства, Львов тогда не попадал, образовывалась Великая Сарматия. Под протекторатом Османской империи. Вот с этого этапа действительно, практически, Правобрежная Украина встает частью Османской империи. И вначале действительно Петр Дорошенко был, ну, Гитману, этой Османской империи, Великой Сарматии. Надо отдать должное, что, когда, через пару лет, в 1674-м году, уже новый Гитман Левобережной Украины, вот этот Демяна Многорешного, казнили, убили, поставили друг Гитмана, Ивана Самойловича. Но самое интересное, что потом этого Ивана Самойловича скинул Мазепа, не удивляйтесь. Так вот, Иван Самойлович вместе с армией московского царя, князем Ромодановским, начал наступление из Левобережной на Правобережной Украине. Осадил Чернину. Тогда Петр Дорошенко обратился к своему визави, то есть великому султану Шахин-Шаху. И он послал армию вместе с кора Мустафой. Гитману, разбили ногу, воеводу московского царя Григория Ромодановского, а также Гитмана Ивана Самойловича. Бежали, неизвестно как. Бежать-то бежали, а дальше, ну это действительно, вот сложно, конечно, понять, видите, из истории. Еще раз, смотрите, это 1674-го. В 1675-м Петр Дорошенко добровольно отказывается от булавы Гейхмана и переходит под покровительство московского царя. Да. Петр Дорошенко переезжает в Москву, там простил его, приласкал, принял как родного и назначил его воеводой во Вьявке. И там он фактически умер в 1682 году. Вот такая вот его история. Там даже должна быть какая-то могила с, я так понимаю, с каплицей или с цепушкой. Самое интересное, что жена Пушкина, это вот есть родственница Петра Дорошенко. Вот такая биография. Но вообще считается, что Петр Дорошенко как раз застал, он жил как раз в период вот этой руины. И действительно, после этой руины, грубо говоря, уже подняться было в Украине невозможно. А может действительно вся проблема в имени, а? Вам не кажется, было бы другое имя, и не было бы проблем в Украине сейчас, а? Наверное, имя все-таки влияет. Не кажется ли он? Или может потому, что многие просто плохо знают историю? И страшно любят создавать проблемы, фантазировать, а потом говорить, боже, как же так? Адрусовское соглашение, а после него еще был вечный мир, согласно которого, Украина даже название потеряла. Тогда уже была Малая Руссия. Вот такая вот история. А вы говорите, историю не надо знать. Историю надо знать, потому что она отвечает на вопрос, что же может быть дальше.